Закон стоимости Закон стоимости Закон стоимости На мой взгляд Тут для начала стоит задать вопрос А вообще почему при социализме Исчезает закон стоимости Как это исчезает Производство переходит в руки опочек Так точно Общество Собственность Нет частной собственности Нет анархии производства Правильно То есть обобщественно Почему стоимость исчезает Почему стоимость исчезает Почему при социализме Потому что исчезает товарное производство А стоимость непосредственно Связана с товарным производством год исчезает товарное производство, а закон стоимости работает только при товарном производстве. Конечно, да, при наличии товаров, при наличии товарного производства. Какая стоимость исчезает? Какая стоимость исчезает? А тогда возвращаемся к капиталу, который недавно проходил. По марцу образовывался из двух стоимостей. Это потребительной стоимости, то есть то, насколько человеку это надо, товар, сколько он готов купить. Три типа стоимости. Стоимость как стоимость производства, миновая и потребительная. Как стоимость производства, ее там как раз-то и нет практически. Почему нет? Она еще да. Миновая остается. Миновая и... Значит, ну, во-первых, закон... Нет, вот смотри, вот в чем тут давайте. Вот смотри, закон стоимости распространяется при капитализме на средства производства. Они имеют свою стоимость, имеют свою цену. На рабочую силу. Она тоже имеет свою стоимость и свою цену. При социализме эти две вещи вылетают. Остается действие закона стоимости на предметы личного потребления. На предметы потребления. Все. Видишь, это уже ограничение. Уже значительное ограничение. А как только товаров не будет, вот, эти предметы потребления верят. Ну, а вот, как раз вопрос. А товарищ Сталина там написано, что товары при второй фазе коммунизма, чтобы тоже интересного вопроса разобрать. Да, да, да. Вот товары... Исчезли. Сколько их будет производить? Ну, продукт, ладно, говорить так. Говори про продукт. Так, так. Стоимость их будет зависеть от того, сколько времени затратил рабочий. Так, точно, да. Стоимость ушла чуть-чуть часов. Да, да. Только это будет влиять. А цена, цена вот этого... А зависит от количества потраченных рабочих сейчас? Конечно, зависит. Но не будет такого понятия, как цена, понимаешь, что купить. То есть, по мере развития средств производства и удовлетворения потребностей, вот, потребностей разумных, имея в виду, что у всех марксистов и у Маркса речь идет... Мне кажется, что товарищ Сталин запутался. Почему? Ты ничего не запутался, он просто... Если нам надо удовлетворить потребности, допустим, да, вот, детей... Вот в Советском Союзе все детские товары были с заниженной стоимостью. Так. Независимо от того, сколько в него потрачили времени и труда, детские товары продавались ниже себестоимости и рентабельности. Называйте, как хотите. По той простой причине, что не важно, сколько труда затрачено и времени рабочего, сколько важно планомерное развитие, в том числе и вкладывание в работу человечества. Ну, подожди, как не важно, сколько затратено? Просто дефицит, как бы, стоимость в одних отраслях за счет других. Да, за счет других. Ну, а цель-то какая? Цель-то развития... Развитие коммунистейского общества, то какая цель основная? Перейти от товара обмена к непосредственному продукту обмену. Ведь вот в чем вопрос-то состоит. Ну, а так далее... А раз... Да, конечно, конечно. Так вот, для того, чтобы этот переход был постепенным, поэтому и происходили вот эти вещи, то есть самые необходимые предметы потребления, они, как бы, делались более доступными для трудящихся, понимаешь? Не правильно, не знаю. Ну, давай, как-то их считаешь правильно. Смотрите, тогда же, какие продукты имеют в виду, там, точнее, товар имеется в виду, 80-е сырья ванночки. То есть эти товары. А то, что производила крупная преимущество, допустим, то же жилье, оно не продавалось, и, соответственно, это будет не товар, хотя и необходимо. А в чем тогда? То есть тут не просто первая необходимость товара, не в этом фишках. А в чем? В чем? В чем? Я не пойму, к чему ты клонишь? Если жилье строится государство, то это не товар, это просто... Конечно, жилье и не было товаром. А там написано, что только первоочередные. Что? Почему первоочередные? Здесь нет первоочередные. С такого слова здесь я не нашел у Сталина. Я в первом счете... Ну, давай, вот не нашел первоочередные. Есть, есть этот момент. Я благодаря вам второй раз и прочитал так. Ну, давай. Такого слова я не нашел первоочередные. И в чем ты хочешь меня убедить, я никак не пойму. Ладно, не будем цепляться к словам. Что здесь как раз и запутано, вот эта разница с продуктами, которые производят государство и которые, неважно, имеют ли они первостепенное значение для рабочего или не первостепенное значение, а с теми продуктами, которые происходят, допустим, в сельское хозяйство. Ну, подожди, здесь речь, этот вопрос рассматривался как раз во второй главе или во втором вопросе, где там говорят, что продуктами сельского хозяйства распоряжаются колхозы, а промышленности государства, потому что общенародные. Ну, вот и все. И между ними происходит товарообмен. Вот и в этом-то и сохраняется товарное производство. Приятно. А в третьем веке просто разница начинает исчезать опять. Ну, он просто ее не касается, потому что вопрос был ранее рассмотрен. Он не касается этого. Ну, это непонятно. Не знаю, почему тебе непонятно. Все было понятно, когда второй вопрос изучали. Что, что, я и Троцкого уже дворящее дело. Все было понятно, когда второй вопрос рассматривался. Я закончил насчет фонд Троцкого твоего любимого. Опять же, смотрите, это уже 52-й год, по-моему? Да, это 52-й год. 52-й год. Сталин продолжает о том, что у товаров в категории А, то есть товаров, которые, точнее, средств производства станков, стоит примат перед легкой промышленностью. Он это в очередной раз объясняет в 52-м году. Хотя до этого еще Троцкий и же с ним компания, это еще разбирали в 20-х годах. И стоило Сталин не уйти, опять же, на покой. И следующее, что мы имеем следующие экономисты, марксисты, что делают? У нас пятилеткое количество, у нас пятилеткое качество. У нас примат, чего идет? Примат легкая промышленность. Да, 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 к сожалению, к вопросам, на которых настали. Да что он тебе, пожалуйста, что Хрущев, то Троцкий, что то, что после Сталина, а вопрос то тот же. И Сталин, смотрите, с 20-х годов, когда выперли Троцкого, до 52-го все еще идет, сейчас мы сбывали. Да, да, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что это конкретного человека, кто спорил с Сталином и кому поддержал Троцкий, в плане того, что надо делать акцент на легкую промышленность. Это смешно, что я не могу сказать. Саша, здесь вот вопрос, проблема в чем. Здесь даже, это не самое главное было разногласие, как бы, с промышленностью. Главное разногласие это возникло в другом, совсем, между Троцким и Сталином и их единомышленниками. Нет, так и мы не говорим, что главное, это в данной работе. А, в данной работе. Да, что, опять говорить, что у нас примат производства товаров, станков для производства, средств производства. Развитие средств производства. У нас примат, может быть, они не очень рентабельны, может быть, они не сразу окупаются. Но за 10-15 лет они все равно окупятся, в них надо вкладываться. А легкая промышленность, если смотря на то, что она более рентабельная, больше прибыли. Да, об этом он говорит, да. Да, о чем он и говорит. Но в следующий год он эти истины уже сто пятьсот первый раз объяснял. Да, да, да. И стоило уйти Сталин, пришел к Хрущеву, который это же и сделал. Бывший троцкист, между прочим. Да, да, и Троцкий говорил, опять же, кинал то же самое. Бывший троцкист. Бывший промышленность, претенц тяжелый промышленность. Вот, значит, я у одного, у кого-то из марксистов нашел вот такую мысль. В чем было все-таки главное разногласие между Сталином и Троцким и их сторонниками. Хотите, я вам зачитаю, в чем оно состояло? Ну, это немножко не по теме. Бумашечка маленькая. Маленькая, да. Так вот, я сейчас что-то забыл, у кого это. Но мне очень понравилось, как он высказался. Значит, вы слушайте, несостоявшаяся мировая революция, потому что, в общем-то, и те, и другие, значит, все марксисты до 17-го года, до революции, все они ориентировались, что произойдет мировая революция. Что не только в нашей стране, что даже когда сложилась ситуация, что наша страна будет, как бы, получилась лидером в этом вопросе, первая взяла, установила диктатуру пролетариата, в свет за ней пойдут все другие. И то есть, об этом все говорили, то есть, слово перманентная революция не было приписываемо только Троцкому. Все придерживались этого понятия. Так вот, несостоявшаяся мировая революция после 17-го года и наступившая частичная стабилизация капитализма стали тем рубежом, за которым пришлось резко менять стратегию строительства социализма. Где-то вот к этому, к 23-му году, когда началась дискуссия партии, помните, была длительная партийная дискуссия, и вот, которую одну возглавлял Троцкий в сторону, другую Сталин возглавлял, как дальше быть. Так вот, социалистическая республика оказалась одинокой во враждебном мире, потому партия оказалась расколотой вариантами решения проблемы. Либо сначала превратить страну в прочную материальную базу мировой революции, либо сразу использовать ресурсы, которые есть для экспорта революции. Вот такие две крайние позиции. Первую позицию поддерживал Сталин и его сторонники, второй Троцкий. И вот здесь как раз и столкнулись интересы. И вы помните, она была, на съезде все-таки эта дискуссия прекращена, потому что позицию Троцкого поддержали только 0,4% на съезде от партии. И остановились все-таки на первой позиции. А когда некоторые товарищи, в том числе и Лев Давыдович, стали ставить палки в колеса решению проблемы укрепления социализма в стране, значит, пришлось к ним применять и репрессии. Пришлось, когда вы ушли устав, который сами соблюдены. Ну, вот, я и пришлось применять к ним и крутые меры. Вот, собственно, я вот с этой мыслью согласен, в принципе, что именно это было главным. У меня был вопрос. Почему вы так плохо говорите о Хабенском? О Комаком? О Хабенском. А кто такой Хабенский? Ну, Хабенский же играл у Троцкого в «Божде революции» сериале. А почему Хабенский? Кроме тебя, Духадрюха, смотри. Хабенский, да, ничего, я никак не пойму. Ну, Хабенский сказал, что это? Да, это все ерунда. Артист может сделать что угодно и как угодно. Да, давайте вернемся к Сталину. К экономическим проблемам, если кто-то пошел. А, они лучше к экономическим проблемам, правильно, Алексей. Главное, чтобы у меня есть выводы, это что закон стоимости и исчезнет, когда значит станет стараясь стадия кемпетализма. Да, 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 когда исчезнет товарное производство. Да, опять же, к вопросу о троцкизме, да, то есть, вторая фаза коммуни... социализма и коммунизм. Да, 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 социализм, то как раз из фазы коммунизма есть. Нет, неверно, потому что, считайте, собственно, критику горшкой программы. И что там? Говори, что ты... Там дается, собственно, определение социализма. А, вот как? Да. Это безгосударственный, не товарный, не стройный. Да, ты понимаешь, что социализм, коммунизм как бы не сильно... Нет, ну а давай тогда... Это уже коммунизм, если чем. Ну да, да. Значит, Алексей, Алексей, дело в том, что, ладно, я с тобой согласен насчет критики годской программы, да, что там есть определение, но дело в том, что критика годской программы писалась, когда еще капитализм не вошел в стадии империализма. И вот эти... Это меняет? А меняет. У Владимира Ильича есть эти вопросы. В период империализма он рассмотрел и сказал, что социализм... Это относится исключительно к капитализму. То, как меняется капитализм. Каким образом это меняет определение самого социализма? А тогда в чем разница между социализмом и коммунизмом? Тогда как ты понимаешь? Социализм, первая фраза, коммунизм. О, ну и что дальше? Ну так и есть. А в чем их... Коммунизм, все. У нас еще и ревера это не было. Куда вы вторую? Как это не было? Так вот, не было. А что было? Не, расходится он социализма еще не было. А что было? Если социализма не было, то что было? Слушайте, ну я сейчас буду перечислять варианты, что было в СССР. Это вопрос о классе природы СССР. Ну, 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 так что... Ну, так какое было общество у нас? У нас с элементами социализма, но полного социализма у нас пока что... Сталин пишет как раз, что извините, что... Да он, на каждой второй строке пишет, что у нас социализм. На основании того, что у нас... Он не говорит, что он полный, но он же не утверждает, что он полный. После того, как коммунистическое движение разделилось на коммунистов и социалистов, если нет, это не надо... Социал-демократов не надо брать. Ну, само хорошо, а социал-демократы. А коммунисты не демократы? Изначально так называли. Социал-демократы. Ну, это так называется, да. То есть, социал-демократы тоже демократы. В общем, и буржуазы-демократы. Это не пришли с кого-либо... Разделяется они потому, что в них были разные цели. Социал-демократы скатились на позицию улучшения капитализма. Но коммунисты по-прежнему ставят с собой свои постоянные коммунисты. Да, у нас, вот смотри, есть партии социалистические, коммунистические. А в заборе тоже написано. Ну, мы не будем говорить. Ну, нет, тут все так. Я к тому, что, понятен, разделяется сейчас. Почему он разделяется? И во времена Сталина они уже разделяются. Ну, а почему здесь я? Ну, а ты ссылаешься на новогодскую программу, где на разделение еще не прошло. Ну, надо... Это, Саша, я вот что думаю. Нам все-таки надо где-то... Ты, во-первых, путаешься, это сам демократов и социалистов. Надо нам с тобой запланировать, вот я бы тебе хотел посоветовать, запланировать, изучить все-таки материалы второго конгресса Коминтерна, второго, где были рассмотрены условия, 21 условия приема в этот Коминтерн. То есть, там, где присутствовали, могли войти в этот Коминтерн только коммунисты, только коммунистические партии, 21 условия, стоило бы их рассмотреть. Да, да, очень такая мысль интересная. Он как раз бы создавался для того, чтобы отсеять. Да, отсеять вот этих ребят, которые были сторонниками второго интернационала. Вот Сергей присутствовал. Довольно интересно все-таки разобрали вот все-таки ту самую историю интернационала. Так ведь, как ты считаешь, Сергей? Довольно интересны были выступления здесь. И по первому интернационалу, и по второму, и по третьему интернационалу. А когда пришел Коминтерн, еще более условия эти ужесточили? Ну, вот я говорю, на втором Конгрессе приняли четкие, жесткие условия. 21 условия, вступление в Коминтерн. Да. От всех этих, всю эту шушу, всех предателей второго интернационала, чтобы высечь, как бы не допустить вот этот, как бы, третий интернационал. Я почему? По-моему, сегодня уже, ну, понятно, что социализм это первая, как по фазе Коминтера, после того, как Ленин написал свою работу в четырнадцатом году. Да, все-таки понятия, понятия изменились несколько по мере, да, по мере вступления капитализма, империализма, стадии. Можно другой пример привести. Вот в раннем СССР использовалась там с Васиком в некоторых организациях. Но после, знаешь, фашизма, она оттуда как-то сразу везде исчезла. Вот, в принципе, это, по-моему, тот же самый случай, когда социализм стал именно первой фазой коммунизма. И возвращаться к тому, что социализм это и есть коммунизм, когда исчезнут государство, как вас. Ну, не могу. Ну, не согласен с тобой. Ну, ты сейчас опять приводишь какие-то неливанные примеры про свастику. Ну, и что? Я же говорю, ну, Забори тоже написано. Есть, помню, конкретные критерии, по основанию которых мы можем говорить, что... О социализме. Ну, и давай, критерии какие-то. А что ты ссылаешь на какой-то... Самый главный критерий – это общественное собственность на средство производства. Это главный, основной критерий. Это не научно-получно. Ты согласен с этим, Алексей? Что это главный критерий признака социализма. Общественное, отсутствие частной собственности на средство производства и наличие общественности. Тогда в средстве собственность была все-таки государственная. И что? Ну, всенародная. Ну, это форма общественной... Просто это подмена понятий. Что, что? Просто это подмена понятий. Как это? Так это. Подмена каких понятий? Подмена каких понятий? Говори. Государство, по факту, оказалось нерабочих. А чего? Ну, а чего? Капиталистов? Вы думаете, что... Нет, подождите. Просто взяли и отменили его в 90-м году? Нет, ну, понятно, кто. Кого? Кого? Вниз этот класс. В результате эволюции там власти захватила вполне себе определенные сословия, которые потом были делались в классе. Алексей, значит... Это бюрократия, которая стала кем? В 90-м она стала классом. Классом капиталистов. Да, 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 выродилась, да. Ну, тогда это... Но до тех пор она не была классом. Собственно, а что значит бюрократия? В бюрократии это был управленческий аппарат. Она вынуждена была, хотя бы и существовала, но она вынуждена была действовать в интересах класса. Какого? Рабочего. Хотя пусть она и была бюрократия. Пока она не выродилась, пока она не захапала собственность, пока она не выродилась в буржуазию, да. А поэтому о чем речь? Она была вынуждена действовать с оглядкой на... Ну, на идеологии и на трудящихся, но как раз в 90-е понадобилось за тем, чтобы это ограничение сбросить по факту. Понятно, да. Это вопрос идеологии. Ну, а фактически... Это как раз-таки вопрос о реально владении средством производства. Ну, и кто владел? Кто тут класс? Кто владел до 90-го года? Или про сословия? Вот сказать, что была такая сословия советский бюрократ, ну, это как-то. По-моему, наоборот, было ограничение, если у тебя папа глава Кома, то с этой идеей глава Кома уже не станешь. Я просто не пульсах. Ты или иди в другую область, а ограничения был на росте. А еще было известно и не то, что почему самовынковник не может быть не надо. И всякие, ну, это генерал свойственные есть. Это понятно. Ну, во-первых, это уже позднее, и не дод. Во-вторых, вообще-то это был запрет. Не забыл. Да, и все-таки... Я говорю, что начиная отступление... Отступление, например, на Сталинскую систему репрессии по отношению к бюрократии. Там быстрее время нарастает, грубо говоря, и сосредоточение власти, и репрессии. То есть, отмена наблюдений со стороны КДП. Алексей, это вопрос не такой простой, конечно. Мы бы его могли... А, он до 50-го года тогда что был? 90-й год. Да, откатились до 50-го года. Кто был? Капитализм? Госкапитализм. Социализм? А что? Что-то третье. Что-то третье. Ну, так ему должно быть название этому третьему. А название я сейчас устану перечислять, потому что есть несколько точек зрения на этот вопрос. Вот, например, авторстийская традиция, это именуется искаженный рабочий государств. Как-как? Деформированный рабочий государств. Ну, да, деформированный рабочий государств. А, вот так. Силен, например, это называют политаризмом. То есть, групповая собственность на средства производства определенного сословия. Так. Какого сословия? И что? Какого сословия? Он это выводит из азиатского способа производства, который состоял в базе. Ну, правильно. То есть, условия ушли без инвентаризма. Как? Да, по числовию там у нас не было. Как, почему? Условия уничтожили сословия. Или это выделили сословия тогда. Тогда давайте использовать научные теории. Есть научные установления? Прествующие касты и сословия? Я отличаю касты и сословия. Я не люблю. Прекрасно. Потому что сословия как раз таки характеризуются, что члены этого сословия получают какие-то преимущества в силу занимающих положений. Ну, да. А каста, отличается как раз таки, что члены этой касты, те же преимущества, просто по праву родни, ну, грубо говоря, наследству. Так а сословия? А сословия разве не по наследству? Сословия тоже по наследству? Ну, там есть тоже градация. Служба по отечеству. Ну, там есть. Вот, например, служивое сословие на России. Ничто. Служба по отечеству. Так и называлось право. Ну, они не были наследственными изначально. Ну, изначально не были. А потом появилось уже наследственного дворяца. Нет, по всей. Ну, да, это порядок. Да, но перед этим были вообще, это... Опять же, сложилось, чтобы у дворяцев. Боярское сословие было. Ну, мы сдвинули, да, слоя, и у дворца слоя было. Ну, все это объединяет понятия феодализм. Бояре, дворяне, все это феодал. Есть другое сословие, это попылька, болящаяся. Пожалуйста, ну, а кто мог пойти в кто угодно? Хоть крестьянин, хоть дворяне не воспрещает. Но, опять же, основные классы... Ведь классы-то как определение Ленина, что признак класса это отношение к средствам производства и распределению результатов труда. А сусловия, по воле, в Бога, сусловия. Вот основа-то. Служивая класса в советской бюрократии не хватает именно отсутствия права распоряжения. Вот, ну, все правильно. То есть, это органы управления, которые, в общем-то, это были органы управления, которым делегировано было классом, значит, как бы, разрешение от его имени действовать вот в эти вот самые... Ну, опять же, показывающиеся в государстве. Мы же не уйдем не откуда, в бюрократии. В бюрократии есть, пока есть государство. Это его... Да, пока... Да, 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 Саша, согласен с тобой. Пока есть государство, нет социализма. Да, ну, это еще и Ленин разделил, еще и Ленин у нас. Когда, когда, при Максе, вот, мы в этом... Там не было такого распиления, тогда, да, четко подошел отмирать, то оно не перерывно укреплялось всю историю Советского Союза. Не было тогда. Мы-то самое право вообще. Отмирал государство состоялось. Где? Что, что? Как? Да, при социализме отмирало, конечно. Во многих вопросах отмирало, а как же? В каких? В каких конкретных? В госуправлении, например, шла централизация постоянно. Нет. Нет, усложнение производства, усложнение производства и застройку. Значит, прежде всего в органах власти. В системе органов власти, начиная от Советов, начиная от Советов и от местных Советов и до Верховного Совета. Вот в чем было самое отмирание государства. То есть Советы привлекали всю массу населения к управлению, понимаешь? По мере развития, по мере возможности стояла задача привлечения всего населения к управлению, понимаешь? Через эти органы советской власти. Вот в чем шло отмирание. Как это не имели? Как это не имели? Как это не имели? А кто имел реальную? Отскочение гражданской войны. А кто имел реальную власть? Партийные руководители. Партийные. Это незначались, снимались Советы. Да не просто годов, кстати, Советы завоевали. А МОК, например, в госуправлении работать без ПАС. Так ведь смысл-то в чем был? Это вот как бы это все для того, чтобы отказаться от диктатуры пролетариата, вот это все утверждение, которое ты сейчас пробиваешь, оно существовало давно, еще с самого начала зарождения советской власти, что не Советы руководят, а именно коммунисты. Так как коммунисты-то кто? Это наиболее сознательные представители рабочего класса. Других не бывает коммунистов. Если кто-то нарядился в эту шкуру, в овечье какой-то волк, это уже он не коммунист, он прикидывается под него. Ведь не в этом дело-то. А коммунист это тот, кто наиболее правильно осознает и воплощает в жизни эти коренные интересы. Вот кто коммунистом имеет право называться. А давайте с другой стороны. Почему государство должно отмирать в условиях, когда это не всемирный, как бы у них, когда мировая революции победила и вокруг социалистической страны, окружая какого-то страны? Ты на дисплее отмирает просто не называется социалист. Нет, а для сохранения социализма тебе нужна армия или не нужна армия? Это уже армия и самостоятельная. Да, отмирает страну. А тут тебе надо защитаться от государства военной угрозы. Тебе надо спецслужбы, которые будут шпионов военной угрозы. То есть, если у нас есть какие-то оправдания, то мы можем... Я что... Отмирание школы. Отмирание школы. Я что хочу тебе сказать, Алексей, по этому... Служба занятости исчезла. Проблемы митропорта исчезла. Отмирание государства у нас постепенно должны были провняться в условиях. Такие, например, милиция официально. Такие, например, армия. Которые задали им, влез в уповетях, где-то там стал. Пока, да. Если вы не можете убрать, значит, у вас идет развитие не сторону социализма. Извините, почему? Ну, потому что они отмирали государство у нас. Да, потому что не пришла мировая революция. Да, вот здесь товаров государства, которые продукты не становятся. Да, все будет. Этот процесс, этот процесс... Они продавались не за деньги, они не покупались за деньги. Процесс отмирания государства, Алексей, он не мог быть таким быстрым, только потому, что действительно, как говорит Саша, нужна была мировая революция. Тогда бы быстро пошел процесс отмирания. А раз ее не было, то ни милицию, ни другие государственные органы отменить было нельзя, пока существует капитализм.